Дмитрий Медведев выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства в 2018 году. По словам Дмитрия Медведева, отчет всегда позволяет сказать, как страна движется вперед, с какими трудностями она сталкивается, какие задачи ставит перед собой и как их решает. Премьер отметил, что поставленные в 2018 году перед стороной задачи особенны по масштабу и глубине преобразований. Речь идет о 9 национальных целях развития, поставленных в майском указе президента, и 12 нацпроектов с объемом финансирования в размере почти 26 трлн рублей. На достижение национальных целей развития сориентированы основные направления деятельности правительства, бюджет, госпрограммы и вся повседневная работа исполнительной и законодательно-региональной власти. Свой отчет глава Кабинета министров начал в социальной сфере. По словам Дмитрия Медведева, сегодня в России почти 19 миллионов человек живут за чертой бедности. С ее причинами необходимо разбираться и вводить адресный подход к каждой такой семье. Впрочем, работа в данном направлении уже начата. Чиновники приступили к формированию реестра «Малообеспеченных семей» пилотный проект запущен в 8 регионах. Однако борьба с бедностью – это не только пособия, различные выплаты и льготы. Это еще и возможности, которые государство обязано предоставить людям, чтобы они сами зарабатывали больше. Это дополнительное образование, место для ребенка в яслях или детском саду. Так, на ближайшие 6 лет около 80% расходов в рамках национального проекта «Демография» пойдут на пособия для детей, на льготную ипотеку, на создание мест в яслях. За все годы у нас не было такой масштабной системы мер. Практически на каждого ребенка выплачиваются деньги. С прошлого года мы поддерживаем нуждающихся родителей при рождении первенца. Речь идет о ежемесячных выплатах семьям, чей доход не дотягивает до полутора прожиточных минимумов. С 2020 года будет скорректирован критерий назначения этих выплат до двух прожиточных минимумов. Начиная со второго ребенка, семьи имеют право на материнский капитал. В том числе 35 тысяч малообеспеченных семей получают из этих средств ежемесячные выплаты, которые сейчас установлены. Когда рождаются третьи и следующие дети, назначаем ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнится три года. Правительство будет и дальше софинансировать часть расходов на эти выплаты для тех регионов, их, напомню, сейчас 65, где требуются дополнительные меры для улучшения демографической ситуации. Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6%, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке. Кроме этого, государство будет погашать 450 тысяч рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родятся третьи и последующие дети, заявил премьер. Увеличена и господдержка неработающим родителям, которые воспитывают детей-инвалидов. С 1 июля выплаты им вырастут почти в два раза, что коснется около полумиллиона семей. Детально Дмитрий Медведев остановился на теме здравоохранения, объявив о планах провести всероссийскую диспансеризацию. В прошлом году ее прошли порядка 22 миллионов человек, а к концу 2019 года их количество должно превысить 60 миллионов. В рамках государственной гарантии с этого года мы расширяем программу диспансеризации. Делаем ее ежегодной для людей старше 40 лет. Вводим новые программы скрининга, выявления онкологических заболеваний. В ближайшее время я подготовлю, дам поручение о проведении в течение двух лет нашей стране всероссийской диспансеризации, потому что для этого уже созрели все условия. Причем нужно сделать так, чтобы люди не бегали между поликлиниками, а имели возможность обойти врачей в одной медицинской организации. Либо по месту работы, а если будет выявлено заболевание, получить рекомендации и продолжить лечение. И все это в свободный оплачиваемый день, который обязаны предоставить работодателю. Вот это очень существенные условия. Однако пока с условиями диспансеризации добавил глава Кабмина. Не все хорошо даже в мегаполисах, что уж говорить о небольших селах и маленьких городах. Сельским жителям зачастую приходится ехать к врачу за десятки, а то и сотни километров, а многие из-за отсутствия возможности этого не делают. По словам Дмитрия Медведева, регионы должны организовать такую систему медицинской помощи на селе, где не пациент едет к врачу, а врач идет к пациенту. Для решения данной проблемы развиваются поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Также, отметил глава Кабинета министров, правительство регулярно расширяет программу «Земский доктор», которая в 2018 году распространилась на малые города с населением до 50 тысяч жителей. А в соответствии с поручением президента будут сняты возрастные ограничения, чтобы в программе участвовали врачи и фельдшеры старше 50 лет. Ведется работа и по созданию амбулаторной онкологической помощи и сосудистых отделений. Мы переоснащаем региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Создаем во всех регионах сеть центров амбулаторной онкологической помощи и в 18 регионах так называемые референс-центры. Модернизируем диспансеры и больницы, где лечат онкологию. Начиная с этого года на лечение таких больных и проведение им химиотерапии мы дополнительно направили 70 миллиардов рублей. Всего за 6 лет вложим в борьбу с онкологией около 1 триллиона. Ненинский округ на реализацию нацпроекта здравоохранения получит из федерального бюджета порядка 400 миллионов рублей. Средства запланированы на трехлетний период с 2019 по 2021 годы. Еще около 130 миллионов рублей на реализацию национального проекта, предусмотренное в бюджете Ненинского округа. Так, в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в текущем году планируется открытие центра амбулаторной онкологической помощи на базе первичного онкологического кабинета поликлиники Ненинской окружной больницы. В рамках еще одного регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Ненинском округе на базе окружной больницы откроется сосудистое отделение. В этом году будет закуплено оборудование для новых палат.